Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Рад вас всех видеть и слышать. Мы с вами продолжаем вчерашнюю тему, которая у нас называлась Бодриар, гиперугрозы, глобальные угрозы и политический маркетинг. И, наверное, вначале придется немножко поработать с тетрадкой, для того, чтобы записать, как выглядит политический маркетинг. Потом будет интересно. Разберем все 8 случаев политического маркетинга, которые мне известны на сегодняшний день. Я их долго отбирал, долго проверял. И мы начнем с первого случая политического маркетинга. Самого распространенного. Я бы его назвал любимым приемом Соединенных Штатов Америки. Я его называю, этот способ, идиотский прогноз с реализацией. То есть, как выглядит идиотский прогноз с реализацией. Сидят в Конгрессе США люди и думают. И вдруг один встает и говорит, я знаю, знаю, что вот там, где-то вот, вот я прям вижу в Африке, назревает мятеж. И они изобрели давно ядерное оружие. Нам сообщила об этом разведка. И что срочно нужно что-то с ними делать, потому что иначе они взорвут весь мир. Ну и идут туда армия, все. Завоевывают эту страну, как бы там, все делают. Потом выясняется, что никакого ядерного оружия нет. Ну, как бы ничего нет. Прогноз не оправдался. Ну, уже все произошло. Что теперь отдавать, что ли? Кому-то это. Ну, придется себя оставить. То есть, идиотский прогноз с реализацией, это, если возьмите США, это любимый прием. Почему? Дело в том, что американцы даже образование свое построили по принципу преподавания особой американской логики. Вы же знаете, что во всем мире логику преподают одну, а в Америке логику преподают другую. То есть, преподавание логики в европейских университетах, в там, этих, в советских университетах, ну, или бывшего Советского Союза, и преподавание логики в американских университетах кардинально отличается друг от друга. Основой логики Соединенных Штатов Америки является фактор достаточной очевидности. Ну, если вы с девушкой заходите вечером в подъезд, разве не достаточно очевидно, что это ваша любовница, и вы хотите с ней переспать? По-моему, это абсолютно, ну, достаточно очевидно. В свое время гарвардские переговорщики Юрий Фишер целую главу своей книги посвятили, если вы помните, подобного рода явлению достаточной очевидности. Начинали в баре, закончились в этом, ну, в подъезде дома, да, и потом мужчина и женщина разошлись по разным квартирам, и выяснили, что это брат и сестра. Да, в конце концов выяснилось, что это брат и сестра, да, то есть, оказывается, если люди вдвоем входят в подъезд, недостаточно очевидно, недостаточно очевидно, но американцам всегда достаточно очевидно. Прием номер два. Он называется действие за счет потребителя. Я вам уже рассказывал этот прием. Очень легко его понять на примере гостиницы, которую я описывал. Кто не слышал, слушайте еще раз этот пример. Вы приезжаете в отель, и все неурядицы этого отеля за ваш счет. Если бы вам об этом сказали изначально, вы, может быть, подумали, селиться в этом отеле или не селиться. Но так как вам никто до этого это не говорит, вот мы жили в таком отеле в прекрасном городе, в четырехзвездочном отеле. Жили в нем я, Марина Николаевна, Алексей Иванович, как бы, Далина Сергеевна. Как же он назывался, этот город, как бы? Житомир. О, вот Марина Николаевна мне подкомпетентные люди мне подсказывают. Марина Николаевна говорит, запомнила на всю оставшуюся жизнь. Так вот, чтобы вы поняли, что такое политический, прием политического маркетинга, как украинскую мову она сказала про человека, который хочет есть? Я просто не смогу с такой чистотой восприятия украинскую мову, но, как бы, поэтому, как бы, вот есть у нас люди, чей-то язык родной, как бы, и они, как бы, достаточно компетентно вам объясняли. Кому непонятно, что они сказали, кто не разумеет украинскую мову, я переведу, блин. То есть, короче, вам, если насыпали, как в хлеву, вот так, какой-то гадости, там, я не знаю, в общем-то, каких-то, картофельных очистков и так далее, и того подобного, если вы голодный, вы сожрете что угодно. То есть, когда вы попадаете в такую гостиницу, то все неурядицы этой гостиницы за ваш счет. Возникает вопрос очень простой и очень незатейливый. А почему это происходит? На самом деле, очень просто. Для того, чтобы гостиница функционировала, нужно совсем немного вещей. Ну, первое, я думаю, надо было найти повара и платить ему зарплату. Ну, это вот как минимум, да? Желательно найти для четырехзвездочного отеля повара хорошего, правда? А помимо повара еще нужно найти кухню, помощников ему, ну, и так далее, и тоже им платить заработную плату, да? А еще нужны горничные, правильно? Это хорошо, что, ну, мне горничные не нужны. А вы представьте, человека, ну, ну, нет ни помощника, ни, там, ничего, короче, нет. Вот он просто один приехал в город, поселился в эту гостиницу, вот он приехал там на поезде, поселился в эту гостиницу и попал ногами в маргарин. Есть нечего, в коридорах никто не убирает, мусорные баки никто не выносит, и так далее, и тому подобное. то есть, как бы, там нормально все. и вы говорите, как же так, мы же заплатили деньги, вы нам обещали определенный уровень сервиса, и говорят, извините, так получилось. То есть, по сути своей, они за счет вас заработали кучу денег, ну, только что. Понимаете, да? То есть, вы понесли все тяготы и невзгоды этой гостиницы, а они получили деньги, которые вы им заплатили. За тот уровень сервиса, который они вам обещали. То есть, по сути, они вас обманули. То есть, по сути, называется за умные люди, когда мне когда-то, ну, говорил человек, работают за счет технологий, а дураки за счет потребителя. Прием номер три. Распределение риска на множество. Как это работает? Очень просто. Так как сейчас это работает в Соединенных Штатах Америки, с инфляцией и в Германии. То есть, мы накладываем санкции на Россию, да? А сегодня понеслась душа в рай, а ноги в милицию. В Италии издан закон, который запрещает целый год понижать кондиционер летом ниже 25 градусов. Если вы поставите 24 на климат-контроле летом, то вы заплатите штраф от 500 до 3000 евро. Поняли, да? Когда придет зима, этот же закон, это сегодня закон вышел, это вот далее. Если инспектора обнаружат в квартире человека температуру воздуха выше 19 градусов, вы получите штраф от 500 до 3000 евро. Продолжение следует...